Дима, и скажи, пожалуйста, вот какое же у тебя настроение сегодня, во вторник, 13 августа 2024 года? Августа 13, но несмотря на эту цифру, у меня хорошее настроение. Ну и что, что меня будили в эту ночь 4 или 5 раз тревоги, это не имеет значения. Главное, что мы в Курской области и успешно идём вперёд. И вообще главное, что мой прогноз об окончании в этом году войны материализовывается на наших глазах. Так, значит, материализовывается на наших глазах, значит, ты свой прогноз подтверждаешь и настаиваешь на нём. Ну, конечно, настаиваю на своём прогнозе. Напомню, какие мои прогнозы в этом году уже сбылись. Байден снялся с гонки президентской. Дальше. Я месяц назад несколько эфиров подряд говорил, что скоро ВСУ удивят Россию и мир кое-чем необычным, о чём даже никто не может подумать сейчас. Поднимите мои эфиры. Это и в заголовках есть, и в цитатах. Ютуб всё помнит, слава богу. Я знал об этом рейде, и я скажу нашим уважаемым зрителям, что скоро вооружённые силы Украины так удивят Россию. Я не могу сказать, что это будет завтра, послезавтра или через неделю. Это зависит уже от ряда факторов. Но то, что впереди ещё не одно удивление для России, это 100%. Ты знаешь, если бы я относился, не так даже скажу. В общем, скажу короче. Хотят, пусть слушают, не хотят, пусть не слушают. Я абсолютно уверен, что городам Курску, Белгороду и, скорее всего, Брянску, жителям этих городов надо уже начинать эвакуацию. Уже. Чем раньше те, кто не хочет попасть в крутой замес, убегут из Курска, Белгорода и, скорее всего, Брянска, тем лучше для них. Меньше есть риска погибнуть. Александр Сырский вчера заявил, на данный момент под контролем вооружённых сил Украины около тысячи квадратных территорий России. Квадратных метров. Квадратных километров. Километров, то есть, да. Значит, уже больше тысячи квадратных километров под контролем Украины. Больше уже, потому что прошло время. Значит, потрясающее с точки зрения военной науки продвижение украинских вооружённых сил по территории России продолжается. Как бы того ни хотели в России, но наступление продолжается. Оно идёт не так, как русские идиоты шли сюда колоннами, подставляя своих бойцов, тупоголовых под огонь наших сбройных сил. Нет, всё происходит не так. Отточенное военное мастерство. Работают рэбы, работают глушилки, работают дроны, работает всё. В том числе, конечно, западная техника превосходно работает. И это настолько мастерски осуществляется. Я скажу одну вещь. Военная операция по вхождению вооружённых сил Украины в Курскую область будет описана впоследствии в учебниках военной науки. Это потрясающий момент с точки зрения всего. Я уже не говорю о том, какие сегодня настроения царят в украинской армии. Какой подъём. Не только в армии, в обществе в целом. Ну и, конечно, огромная радость россиян. Огромно. Жители Курской области, которые, в общем-то, годами обращались к украинской армии с просьбами. Они же жили очень тяжело. Ты не забывай, в Курской области огромное количество украинцев. И они хотели изучать украинский язык в школах, а им не давали. Они испытывали гнёд со стороны руководства местного. И они просили Украину помочь уже воссоединиться с братским украинским народом. И, наконец-то, их стоны, их мольбы, их просьбы были услышаны. И Украина начала СВО, специальную военную операцию по деноцификации, демилитаризации Курской области. И, конечно, очень важно помочь угнетённым украинцам в этой области, и в соседних скоро будет эта помощь тоже предоставлена, помочь в том, чтобы избавиться от унижений, от гнёта российской власти. Специальная военная операция Украины в Курской области идёт по плану. И она будет только расширяться до полного решения всех целей и задач, которые стоят. А цели, я повторяю, задачи одни. Деноцификация, демилитаризация Курской и других областей России. Статистика. ВСУ за неделю заняли такую же территорию России, как российская армия оккупировала за весь 2024 год. Я смотрю видео, которые в сети... С учётом Бахмута, да. Я смотрю видео, которые в сети сейчас появляются оттуда, из Курской области. Ну так там местное население уже говорит по-украински, причём очень хорошо говорит по-украински и с удовольствием. Говорят, бабушки там идут, говорят, слава Украине. А как ты считаешь, процесс открытия украинских школ не за горами? Я так понимаю, что скоро на украинском будут говорить не только Курская область. Смотри, ну в Курской области многие ведь говорят по-украински. А если на Кубань посмотреть, а мы скоро посмотрим на Кубань более плотно, то там вообще большинство населения украинцы и говорят по-украински. И в Тюмени, кстати, в российской большинство населения украинцы и говорят по-украински. Это в Сибири, что ты понимала. Значит, безусловно, вот судьба этих бабушек, я видел их, да, две бабушки, которые просили, чтобы наши воины их подвезли. Судьба многих тысяч людей, россиян в Курской области будет решена прекрасно. Во-первых, наши войска не воруют унитазы, не убивают людей, не насилуют, не грабят, не мародёрничают. Это цивилизованные европейцы, которые к ним пришли. Это первое. Второе, там, конечно же, будут проведены референдумы о присоединении этих территорий к Украине. И я не сомневаюсь, что эти референдумы в соответствии с волеизъявлением большинства граждан этих территорий пройдут, во-первых, законно, во-вторых, успешно. И результатом будет присоединение Курской области и других областей к Украине. Конечно, дальше я вижу, что будет изменена Конституция Украины. В Конституции Украины будут прописаны минимум четыре области, которые станут территорией Украины. Курская, Белгородская, Брянская. Я думаю, что и Краснодарский край войдёт в состав Украины. Ну, это возвращение к историческим корням, это возвращение к старым картам, потому что, ну что, Сталин с Хрущёвым подарили нашей территории России. Теперь пришло время эти подарки забрать обратно, потому что это были несправедливые подарки с точки зрения вообще любой. Любой. Это территория, конечно, Украины. И украинская армия наглядно показывает, как Украина борется за своих людей и свою территорию. Ты с таким невозмутимым видом произносишь эти все слова, что, в принципе, я думаю, многие наши зрители даже не поймут, что ты откровенно издеваешься над Путиным, над путинским фашистским режимом и над той риторикой, которую они всё время пытались использовать против Украины. Олеся, а как я могу издеваться над Путиным? Это великий геополитик, великий геостротег, а по сути банальный идиот. Просто идиот. Если у кого-то ещё есть какие-то иллюзии, что Путин всё предусмотрел, что Путин… Да он банка пустая. Пустая банка. Потому что чувак вверг свою страну в хаос. У России было так всё хорошо? У России было так всё хорошо к 2008 году. Я почему беру 2008 год за точку отсчёта? Это год нападения России на Грузию. Нефть и газ лились рекой. Бабки в обратном направлении лились рекой. Боже, жируй, живи. Жирные нулевые назвали эти годы для России. Путинская ОПГ в полном кайфе, в полном ажуре, в полном вообще порядке. Ты что? Это всё миллиардеры-миллиардеры. Они рукоподаваемые, они за границей имеют счета огромные. Они имеют там яхты, особняки, жёны, любовницы, дети, пристроены на Западе. Это потрясающе. Казалось бы. Ну, дальше жируйте. Видите, как к вам благоволит Господь Бог и судьба. Нет. Имперская сука моча ударила этим тварям в голову во главе с Путиным. И они начали думать о возврате Советского Союза. А зачем им Советский Союз? А он у них в воспоминаниях. Они были молодые, у них хер стоял, у них были какие-то забавы молодые ещё. А теперь вроде и бабки есть, а удовольствия мало. Привыкли к бабкам, удовольствия мало. Чем-то себя завести надо. А ну давай Советский Союз восстановим. Покажем, как говорил Жванецкий, имперскую нашу мощь. Пусть мы с голой жопой, зато у нас ракеты. Это я Жванецкого цитирую. Покажем. Ну и начали показывать с Грузии. Запад был тогда совсем импотентным, проглотил это. Потом 2014 год, захват Крыма и Донбасса, Запада. Опять это проглотил. Ну, санкции, ну то, сё. И потом 2022 год, полномасштабное вторжение. Так я хочу сказать, что за эти годы, с 2008 года, прошло 16 лет, Путин потратил на войну 2 триллиона долларов. Это же уму непостижимо. 2 триллиона долларов, это чучело, болван этот потратил на войну. Вместо того, чтобы построить счастливое общество у себя в стране. Боже, на 2 триллиона долларов, если бы он вложил их в Россию, новые производства, новые предприятия, расцвет науки и техники, западные, конечно, технологии, газу всех, дороги. Да Россию было бы не узнать. Огромная территория, сука. Огромная, необъятная, непонятная вообще территория, на которой людей, если можно назвать этот сброд людьми, можно было сделать счастливыми за такие бабки, за 2 триллиона. А что он наделал? Я сейчас не берусь даже говорить, что он наделал для Украины или для Грузии. Что он наделал для России? И самое интересное, что до этих идиотов в России начало уже доходить. Иначе то, что происходит в Курской области, иначе чем дохождением, я не назову. Потому что я скажу вещи сейчас очень непонятные для многих, но я их произнесу. Я это знаю. Россия дошла до состояния, когда верхушка начала плавить Путина. Начала плавить Путина. Верхушка армии прежде всего. Потому что налицо огромный конфликт между ФСБ России, которая контролирует всю Россию, руководит Россией. Если кто не знает еще, Россией руководит организация, которая называется Федеральная служба безопасности. Путин – это вершина этой организации. Ну и он – часть этой организации. Поэтому это ОПГ, безусловно, организованная преступная группировка. Называется ФСБ. Она осуществляет полный, тотальный, железный контроль за всеми процессами, происходящими в России, в экономике или в политике, или в армии, или и так далее. Имеем другую ОПГ, которая называется Российская армия. Цель этой ОПГ – не война как таковая. Война – это цель ОПГ ФСБ. Цель ОПГ армии очень простая. Тырить бабки, которые бюджет выделяет на армию. И хорошо жить. И вот они тырили-тырили. Тырили-тырили. Причем это нельзя сказать – тырили, это дели. Коммуниздили. Во. Вся верхушка армии – это долларовые миллиардеры. Это очень богатые люди. Это максимально сильно очень богатые люди. Обвешенные генеральскими звездами орденами, как новогодняя елка. Если бы Брежнев встал из гроба и посмотрел на Шойгу, Брежнев, который так любил по брякушке медали ордена, если бы он посмотрел на Шойгу, он бы упал в гроб от разочарования в себе и в своей жизни. Потому что у Шойгу уже больше орденов, чем у Брежнева. У этого долбаного оленевода, который не служил в армии. Они, конечно, все анекдотичны, если бы они не были такими звериными подлёгами. А так они смешны, конечно. Ну и вот. Началась война полномасштабная. И вдруг оказалось, что российская армия, на которую выделялось столько денег, небоеспособна и тупа. Вторая армия мира, они говорили. Вторая армия мира. Она действительно оказалась сейчас в России второй армией мира. после украинской. Украинская армия в России сейчас первая армия. Мы же в России находимся, украинская армия. А российская вторая. То есть в России это вторая армия. Вот единственное, что совпало. И в результате, учитывая огромные неудачи на фронте, ну а это же просто, это объясняется одним-двумя предложениями. Эти шлёцки зашли в Украину в 2022 году со словами мы возьмём Киев за три дня. Взяли только в рот за это время. Больше двух с половиной лет идёт война. И что? Где Киев за три дня? Где вообще? А что они взяли? То, что сразу набрали, потом и забрали у них. И что? Какая-то территория небольшая. Ну, они занимают село, они радуются, у них праздник. Они село урожайное в так называемой ДНР заняли. О, вторая армия мира с такими бюджетами.